35 лет назад 36 лет 36 лет 36 лет 36 лет 36 лет 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 41 41 42 42 43 44 44 44 44 45 46 47 48 48 45 45 46 46 48 48 48 44 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 52 Взрыв на Чернобыльской атомной станции. Я был призван на ликвидацию этой последствий Чернобыльской отрыва в 87-м году. С Железского района в один день нас было призвано 6 человек. Железки у нас повезли в Тамбов, с Тамбова на Курск. В Курске нас передели уже в военный форум как солдат. Там до Белой Церкви поездом. А с Белой Церкви уже машины, уже солдатские военные нас уже привезли непосредственно в авторитетическую культурную зону, в село Ораное. Там стояла наша московская бригада. Ну и практически там несколько дней на ознакомление и сразу начали приступить к работе. Работали, но все по-разному. Кто там пожарный, закачивали воду в арсы, полигомоечную машину, чтобы дороги поливать. Те каждый день работали. Мы работали через день. День поливали дорог на арсах, день непосредственно на станции. Потому что в то время считали, как бы, каждый день работа на станции, это слишком большая доза облучения. Через день считали, как все было нормально. Ну, дороги поливать там все понятно. Машины заправили. Мы заправляли с водонапорной башни. Некоторые заправляли через пожарку с реки Припять непосредственно. И поливали дороги. Вставали, конечно, ранды. Три часа был подъем. Полчеркну завтрак. Шесть. Мы уже начали поливать дороги. Для того, чтобы рабочие, которые военнослужащие, гражданские, которые ехали на станцию, то есть, радиоактивной пыль не поднималась. Рабочие проехали, и мы в отстойник на стоянку. И до вечера. Вечером то же самое. Полили перед приездом. И домой, как мы говорили. Домой в палаточный городок. На следующий день уже здесь же вечером был развод. Уже говорили, кто на станцию, кто на какие работают. На станции работают всякие разные. Кто, допустим, шиферами там постоянно работали. Там были машины закреплены за ними. У нас железки постоянно работали. А с Винцовыми были КамАЗы. Чтобы там поменьше радиации было у них. А мы через день как-то... Ну, и с отбойными молотками, с метелками. Любая такая черновая работа, которая требовалась нам, допустим, надо там отбойными молотками что-то там продолбить. Пожалуйста, там метелкой. В общем, все-все, что угодно. Так вот через день. То, что было дико, то вот это то, что отсутствие людей. Вот вообще никого. Мы и сам город в Припять видели. Ну, как вот представь, сейчас, например, у нас военных пятиэтажки. Вот стоят все пятиэтажки. Белье там, допустим, висит на балоках. А народу вообще никого нет. Вот вообще пустота и все. Ну, сейчас как-то... А так, допустим, мы базировались где-то там на старом автопарке. Вот там вообще, как после войны. Вот ничего, нет техники. Просто встать в пустые гаражи и все. Пробыл там полтора месяца. Потом вышел указ. Кому 25 лет нет, всех оттуда уволить. Нас вот таково в ночь быстренько всех-всех собрали. И оттуда на Курск. Там все это опять нас передели в Союз-Гражданской. И домой. Как таковой страх. Не знаю, ну как страх. Ну, может быть, там где-то... Это может, когда там пульс висит отдаст. Мы ничего не видим. Но знаем, что да, что-то опасно. У нас сейчас все везде опасно. А так, чтобы так вот до страха, ну не знаю. Может быть, в то время, если честно, не помню. Может, молодые совсем были. Ну, поехали. Во-первых, мы не знали, куда едем. Когда нас призвали, то есть была же тишина такая. Ну, призвали в инкомат. Призвали нас 12 человек с нашего района. Мы приехали в Тамбов. У меня жена была беременна уже в девятом месяце. Вторым ребенком. Мы приехали туда. Жили в Тамбов. Там нас троих вернули назад. Я вообще просился меня отпустить. Говорю, а то жена родится без меня. Вот это там не нужно. Зачем ты там жена без тебя родится? Ну, и надо отпускать. Не отпустили меня, в общем. Призвали, загрузили технику. И поехали. Приехали. Приехали, построили нас, как обычно технику разгрузить, построили. И, значит, объявили. Вы прибыли на ликвидацию аварии Чернобыльской авиации. Срок проходения службы 45 дней. Ну, 45 дней, да. Куда ты не убежишь с Украины? Объявили. Стали в городочек. Быстро поставили в палаточное. Как сказать? В городок он получился, военный такой маленький. Все сделали. Станции поставили, свет провели. Авиацеры. Все в столовую. Все. Буквально, наверное, за день, за два. Все на собору стали кушать. И 9 мая прошел. И мы 10-й уже поехали на работу. Ну, я на экскаваторе грузил грунт. Ну, по смене работали. В три смены. В общем, работа не прекращалась там. Я думаю, она там может даже четыре. Но мы в две наша. Ну, там у нас много было. Ликвидаторов. Они там до... Подъезжал. В саму Припять видел я и третий, четвертый блок. Проезжали буквально, ну, в 50 метрах дорога была. Ездили на работу. Тоже до зимы присутствовали. Медленно. Ну, а у нас мы же еще не знали, что такое радиация. Дали нам такие авторучечки. Через три дня смотришь, мне там два-три. Принято набраться. Проходит никто. Через неделю смотришь, один. Куда все это? Потом заменили нам где-то через... Сейчас. Через две недели нам заменили, ставили какие-то японские дали. Я помню, такие пристеглись, они вынимались и в компьютер вставлялись. По-моему, и Д-11 какие-то, да, зимы такие. Ну, тоже набрали. Двадцать пять рентгенов набираешь, и из зоны вывозили. Вывезут и в госпиталь. Но я, правда, не попал. У меня здесь жена рожает в мае. Меня потом отзывает. Я 32 дня там отбыл. Меня отзывает, так как жена родила второго ребенка. Через венкомат, как вот тут наш ходатай сидел. И меня отзывает туда. Я приехал домой. Я в госпиталь ликую. А вот ребята мои, которые со мной были, они отбыли там 45 суток. Потом отбежали, по-моему, две недели в госпиталь. Они были в Киеве, а потом тут вернулись домой. Они продолжили, но они не как ликвидатор. Они получили там штампик ликвидатора Чернобыльской аварии. Такой штампик в этом военном билете. И все. И согласно, мы прибыли домой. Сразу начали комиссии, каждые три месяца проверяют нас. Кровь туда, сюда. И где-то около 4-5 так с нами. В году по 3-4, в общем. Следили за нашим здоровьем. Молодцы врачи. Ну, потихонечку уходим. Каждым годом поменьше, поменьше. Из нас, по-моему, из 9, с кем я был, по-моему, сейчас осталось 4. Не соврать бы. 4 или 5. Да 4. И то. Встречаемся. 26 апреля. Мы когда приехали, я был в Украине, там есть родственники. Я приезжаю в Донецк. Область там, я частенько там бываю. Но когда я попал в Припять, какой там город. Красавица натуральный. Вот река в Припять, и он такой. Зелененький, речка тут, катерочки такие хорошие. Вот это природа. У меня сразу мысли такие. Мы подъезжаем, едем на работу, приезжаем. Им все, дорога везде, асфальт. Вот уже 86-й год, а уже так все хорошо у них. Украина все-таки жила, наверное, прекрасно в то время. Прекрасно. Только единственное, что вот кто мог в самом городе сделать атомный реактор. Ну, хоть отнесли мне, ну, представляете, что там есть. А там ведь новый, новый такой городок. Видите, он сказал, там 18 лет всего существовал, и вдруг нет его. Вот это была природа. Вот это мне понравилось. Я думаю, хотя я мало по России езу, у нас, может быть, сейчас-то и где-то и лучше, как тогда тоже. Но природа прекрасная. Никакого страха даже никто не испытывал. Ну, во-первых, мы же не знали, что это такое. Ну, рентген, там рентген облучали, облучали. И, я думаю, по сей день никто не знает, правильно снашел, вообще никто. Ну, как проверить, насколько. Сказали, там, подсчитали приблизительно, сколько. Было 25 лет, и до свидания. Вывезли. И все, езжай, седешь домой. И все с такого. Всем ликвидаторам Ленинского района, да, вообще всем ликвидаторам. Их женам, детям, внукам, в общем, их семьям, вдовам. Я желаю здоровья, успехов, благополучия и мирного неба. Чтобы никогда вот эта авария такая страшная, больше никогда не произошла в нашей жизни. Всего хорошего, всего доброго вам. Пришла беда на Украину. Потери были, и горьких слез моря текли. Но как же так мы допустили? Но как же мы не сберегли?